всем добрый день здравствуйте сегодня я предлагаю вашему вниманию рецепт заготовок томатов этот рецепт хит среди моих заготовок так как помидоры съедаются а рассол выпивается итак приступим вот у меня набраны томаты и подготовлена тарелочка баночки помытые простерилизованы и сейчас я буду томаты вместе плодоножки делать наколы вот буквально вот так быстренько это делается не глубоко ну прям чуть-чуть для чего это нужно чтобы наши томатики хорошо прописались очень вкусным рассолом далее я буду их закладывать в баночки и заливать кипятком вода у меня уже стоит подогревается и оставлю потом на 30 минут под одеялом мы заливаем баночки кипятком заливаем прям под самое горлышко вот посмотрите под самое горлышко и убираем так называемую шубу крышечки не обязательно стерилизовать потому что это на нас промежуточный этап все и сейчас мы убираем под шубу на 30 минут тем временем пока баночки будут стоять и прогреваться с томатами мы приготовим рассол так что нам потребуется для рассола я делаю расклад на 5 двухлитровых банок вы смотрите какая у вас та и из расчета из этого подсчитывайте значит три моркови три перца болгарского соли 140 грамм сахара 200 грамм немного лаврушку но у меня 6 листиков и перец душистый тоже немножко пределах ну 6 7 штучек у меня значит морковку и перец мы сейчас пропустим через мясорубку воды я налила в кастрюлю 4 литра и сейчас она начинает у меня подогреваться к этому моменту когда она закипит чтобы сбросить все приправы и морковку и перец мы подготовимся нам понадобится три головки чеснока закипела наша водичка опускаем туда сахар 200 грамм 140 грамм соли лавровый перчик ой лавровый лист и душистый перец горошком все размешиваем обязательно что хочу еще добавить если кто-то любит поострее можно в ту смесь где у нас морковь перец болгарский и чеснок добавить один стручок горького перца вот такая масса получается сейчас пахнет очень хорошо ароматно и морковочка и перец и чеснок и размешиваем вот это у нас рассольчик для этих томатов ждем закипание провариваем 10 минут так прошло полчаса и мы сливаем нашу воду сливаем просто так можно в раковину можно так она нам не пригодится так вода слита и теперь еще один момент нам нужен девяти процентный уксус вот у меня такая стопочка она 50 миллилитров и в каждую баночку перед тем как мы будем заливать рассол мы наливаем 50 миллилитров уксуса девяти процентного ну можно чуть меньше я полную не буду наливать это прямо перед самым заливкой рассола и так заливаем рассол я стараюсь поймать один листик и 1 2 горошина душистого перца чтоб в каждую баночку у нас вошел и листик и перчик только осталось закатать наши баночки перевернуть вверх дном и укутать пошу под шубу до полного остывания я желаю вам приятных и вкусных заготовок используйте попробуйте этот рецепт и я уверена что вы его полюбите и будете его готовить каждый год всем всего хорошего заходите в гости подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии спасибо и Продолжение следует...